Красота и грация, независимый характер и почти понимающий взгляд. Порой удивляет, как эти качества могут уживаться в одном коте. Поделилась в беседе Лилия Масленникова, хозяйка кота болинезийской породы по кличке Алекс. Титулованный представитель кошачьих к своим 10 годам покорил не одно европейское жюри различных конкурсов, но завоевал любовь своих хозяев далеко не наградами. Болинезы, они умнеют и умнеют с каждым годом. Иногда такое чувство, что он умнее тебя. Они очень понимают, они очень чувствуют, чувствуют твой характер, твое настроение. Стоит ли, вот супруг только поднимается по лестнице, а я уже по характеру это знаю, стоит ли решать с ним сегодня финансовые вопросы или лучше отложить на завтра. Понимать с полусловом, чувствовать настроение и просто быть рядом. Согласитесь, не каждый из нас способен на такие человеческие чувства. Так почему же часто мы бываем так жестоки к тем, кто предан нам? Проблема бездомных животных достаточно остро стоит в обществе. Ежедневно дворы нашего города прирастают в плохом смысле слова выброшенными животными. И самое обидное, что такую ситуацию можно было избежать. Для того, чтобы решить проблему бездомных животных, нужно сначала заняться домашними животными. Потому что, как известно, они откуда-то берутся, эти бездомные животные. Берутся они в том случае, если случайно произошла вязка, родились нежданные котята или щенки, и народ не знает, что с ними делать, выбрасывает их на улицу. Для того, чтобы в корне решить эту проблему, нужно заняться кастрацией собственных домашних животных. Любовь к своему питомцу заключается не только в ежедневном кормлении и почесывании за ушком, но и в заботе о его здоровье. Стерилизация домашнего любимца избавит от проблем как с ненужным потомством, так и обеспечит активность и долголетие вашему любимцу. А что же делать с теми животными, которые уже оказались на улице? Ответ прост. Если в силах, постарайтесь помочь пристроить кота или собаку в добрые руки. Чем лучше фото, тем короче дорога домой. Это такое правило. Не обязательно писать какие-то там супер-пупер-пиарные тексты. Достаточно вложить душу. Что ты чувствуешь. И рассказать, какое это животное. Сделать хорошую фотографию. Опять-таки соцсети. Сделать так, чтобы об этом животном узнали. У немцев есть такая поговорка, что к каждому горшку есть своя крышка. То есть рано или поздно должен найти хозяин. Только некоторые пристраиваются за день, кому-то нужно полгода, кому-то больше. Проявить участие и заботу к маленькому существу способен каждый из нас. Для этого достаточно оглянуться вокруг и выйти из зоны собственного комфорта. Потратить время на того, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.